О чем повествует сериал «Секретные материалы»? С середины XX века на секретном военном объекте «Зона-51» в штате Невада якобы ведется изучение инопланетян и их космических кораблей. Агент Молдер в поисках НЛО пробирается в «Зону-51» и в самом сериале, и задолго до его появления, да и года спустя, сторонники теории заговора утверждали, что на секретном военном объекте под названием «Зона-51», который находится в штате Невада, идет изучение инопланетян и их космических кораблей. Первые попытки изучить феномены НЛО американские военные предприняли в том самом 1947 году. Для этой цели был создан проект «Сайн-Знак», в следующем году появился проект «Градж» «Недоброжелательность», но самым масштабным проектом по изучению неопознанных летающих объектов стал проект под названием «Блобок. Синяя книга». С 1952 по 1969 года американские военные изучили более 12 тысяч свидетельств существования НЛО, исследовав показания очевидцев, данные фото и видеосъемки неопознанных летающих объектов. Кстати, некоторые свидетели этих явлений даже заявляли о том, что стали жертвой похищения инопланетянами. Такое продолжительное внимание к неопознанным летающим объектам, как и масштабные бюджеты всех трех проектов, может означать только одно. В США официально признали, что НЛО существует, но имеют ли они отношение к инопланетянам, такая возможность не исключалась. Хотя были иные версии, в первую очередь, шпионаж. После изучения всех свидетельств о встрече с НЛО в рамках проекта «Блобок» американские исследователи пришли к мнению, что почти все неопознанные летающие объекты объясняются природными явлениями. Тем не менее, военные не смогли объяснить происхождение 700 НЛО. И вновь было заявлено, что ни один из этих объектов не является внеземной технологией, а самое главное не представляет угрозы для безопасности США. Начиная с 2004 по 2021 годы многие пилоты американских военных самолетов сообщали о том, что они видели в небе неизвестные летающие объекты. Они имели разную форму, но двигались с огромной скоростью и могли маневрировать так, как это не способен делать ни один из известных летательных аппаратов. Пилоты даже делали фотографии в виде этих неопознанных объектов. В 2007 году правительство США поручило Пентагону заняться исследованием НЛО или, как их стали называть нейтрально, неопознанных воздушных явлений. Секретная программа под названием Advanced Aerospace Threat Identification Program длилась до 2012 года. Общественности о ней стало известно только в 2017 году. Позже появилась информация о том, что американские военные продолжали изучение доказательств существования НЛО, а в 2020 году Пентагон создал специальный отдел, который снова направил все усилия для изучения феномена неопознанных летающих объектов. Целью нового исследования стал сбор всех имеющихся свидетельств наблюдения за неопознанными воздушными явлениями и их систематизация. Новая исследовательская программа должна выяснить природу неопознанных летающих объектов, их происхождение и, главное, представляют ли они угрозу для национальной безопасности США, а также сбор всех имеющихся свидетельств наблюдения за неопознанными воздушными явлениями и их систематизация. В июне 2021 года разведывательное управление Минобороны США представило отчет, в котором говорилось о 144 рех случаях встречи с НЛО, которые зафиксировали американские военные вперед с ноября 2004 года по март 2021 года. В отчете сказано, что 18 из 144 рех неопознанных летающих объектов действительно вызывают особый интерес, поскольку они двигались в небе очень необычно и подобные движения действительно сложно объяснить. Все остальные явления так и остались без объяснения, и только один объект из 144 рех был признан большим воздушным шаром. В то же время в отчете есть оговорка, фиксация необъяснимых воздушных явлений может быть вызвана сбоями в работе наблюдательных приборов или же ошибкой в восприятии реальности наблюдателями. Еще одно возможное объяснение – происки врагов. В отчете Минобороны США сказано, что НЛО могут иметь земное происхождение и на самом деле это передовые технологические достижения одной из стран мира. В таком случае эти явления могут представлять угрозу безопасности США. Так или иначе, американские военные заявили, что по-прежнему необходим более тщательный анализ полученных данных относительно доказательств существования НЛО. А значит, наблюдения и исследования будут продолжены. О том, что неопознанные летающие объекты могут иметь внеземное происхождение в отчете прямо не говорится, но такая версия озвучена в разделе «Другие возможные объяснения происхождения НЛО». И, возможно, для сторонников версии о существовании внеземных цивилизаций это – самый важный фрагмент во всем тексте. В мае 2022 года Конгресс США пригласил представителей Пентагона для того, чтобы они рассказали о том, что им известно о случаях появления НЛО и чем, по их мнению, являются эти объекты. И представители американской разведки рассказали, что у них есть 400 подверженных наблюдения НЛО или, как их теперь называют, неопознанных воздушных явлений. При этом военные признали, что до сих пор точно установить происхождение НЛО не удалось, и что они собой представляют, также неясно. Говорить о связи НЛО с деятельностью представителей внеземного разума также пока нельзя. Достоверных доказательств пока не обнаружено или их вообще не существует. Так что, по крайней мере, в публичных заявлениях Пентагон продолжает настаивать на том, что все неизвестные явления имеют земное происхождение. И скорее всего НЛО – это современные секретные летательные аппараты, засланные в США одной из стран соперниц. Но, уже в июле 2022 года Министерство обороны США заявило, а скорее подтвердило информацию о создании нового отдела, который будет заниматься дальнейшим изучением и систематизацией случаев появления НЛО в воздухе, воде и даже космосе. Возможно, НЛО – это летающая тарелка, которой управляют инопланетяне или глобальный инопланетный разум. Так или иначе, только с 1952 ГОП и 1969 Т годы американские военные изучили более 12 тысяч свидетельств существования НЛО. И вот НЭСА признала существование НЛО и в начале лета 2022 года также создала специальную группу из ученых, которые будут заниматься изучением НЛО. Их главная цель – выяснить, действительно ли эти явления имеют отношение к Земле или все же это инопланетные летательные аппараты. В НЭСА собирают все свидетельства встречи с НЛО от гражданских лиц и военных, чтобы провести тщательный анализ этой информации и предоставить результаты своего исследования в 2023 году. Так что ждать новых опровержений или доказательств существования НЛО осталось недолго. Еще после Розуэльского инцидента родилась версия о том, что американские военные якобы обнаружили космический корабль инопланетян, еще и с представителем внеземного разума на борту. Прямых и безупречных доказательств того, что НЛО – это внеземные объекты, нет. Тем не менее, некоторые ученые, да и много обычных людей продолжают верить в то, что эти летающие объекты все же прибыли к нам из космоса и являются транспортными средствами инопланетян. Несмотря на огромные достижения современной науки в сфере исследований космоса, никаких признаков существования внеземных цивилизаций также не было обнаружено. Но поиски продолжаются, и есть ученые, которые надеются все же хотя бы поймать сигнал от внеземного разума или же обнаружить разумную жизнь на одной из тысяч открытых планет. Но вот что у меня самого в памяти после определенных классификаций этих объектов обнаружилось вот что оказалось, что все НЛО можно разделить на несколько классов. Самые маленькие из них имели бы размеры от 60 до 80 см и были бы выполнены из почти монолитного камня, почему-то всегда белого цвета. Затем следовали аппараты диаметром до полутора метров и высотой до 80 см. Уже тогда у меня возникал вопрос, а кто должен был управлять подобными устройствами? Сначала я предполагал, что это должны быть какие-то инопланетные корлы всех, кто писал, что некий инопланетный корл украл у земной растяпы клары некие офигенные кораллы, принимал за глашатаев очередной наносной правды. Но затем появилась идея более безумная, мол, что это не просто карликовые человечки, а некие существа с отрицательной сеткой масштабирования пространства, то есть у себя там в тарелке они имеют высоту 50 см, а при выходе из НЛО получают почти пятикратный разгон до размеров от 2 метров до 2,5 метров и более. Ладно, меня это устроило, ибо подобные вещи мне самому как бы были не чужды, я и сам, писатель-фантаст, так почему бы и нет, но затем случилось несколько странных историй, когда были обнаружены аппараты размером от полутора до семи с половиной метров в том числе где-то предгорье в Сибири некий аппарат, доставшийся вчерашней советской армией. А уже в начале 21 века на территории Атлантиды, я не оговорился, возможно Атлантиды-Антарктиды, где была обнаружена тарелка, вмерзшая во льды размером в диаметре до 15 метров. Но и это была не вся история с размерами тех неопознанных летающих объектов, которые чисто технически тревожили воображение землян, и если бы только тревожили именно летающие тарелки уже просто будоражили память. Ведь в 1947 году некий НЛО-флот в Антарктиде разбил американскую экспедицию адмирала Берда, который после этого сам тронулся разумом. А сейчас присутствие этих же аппаратов замечено над поверхностью искусственного спутника Земли Лона и Марса. Так, например, на Марсе еще в 2004 году марсоходом Спирит был обнаружен НЛО-аппарат, потерпевший крушение на Марсе, диаметром не менее 15 метров. И там та же самая размерная парадигма от полутора до 15 метров в диаметре. Но это не все существует еще и НЛО, которым предписываются размеры с целой планетоидом с пояса Копера, площадью от 10 до 40 квадратных километров и даже более. Но здесь, как говорится уже так, котлеты отдельные, мухи отдельно. Мы пока конкретно поговорим о предполагаемых мухах. Субтитры создавал DimaTorzok